Добрый день, дорогие друзья! 1 ноября 2023 год. Приветствуем вас из GMT. Сегодня будет на обзоре джематинский проезд. Посмотрим с вами, что там происходит, как оно все выглядит. И искупаемся в море. Почему? Да потому что 24 было у нас в городе. Сюда мы подъезжали 22, показывал в мощи нефти. Ну а вообще сегодня по прогнозу должно было быть всего лишь 20. Сейчас западный ветер продувает вдоль берега моря, так что должна быть небольшая волнишка. Температура водички 18-20 в зависимости от того, насколько солнце успело прогреться. Точные параметры узнаем возле моря. Находимся мы сзади меня аквапарк, но впереди меня проход к морю. Всем привет! С нами сегодня Ксения пройдется на море, но это, наверное, одна из последних наших прогулок. Она все-таки нашла работу мечты в Анапе, такое бывает, да, в месяц 40 лет. И работать надо всего лишь 15 дней, правильно? Да. Вот так вот. Зелененькая травка, свеженькая, подрастает у нас, смотришь, прям вообще весна начинается. Природа просыпается, вот цветочки под сосенкой, смотри, красота свежие листочки. У меня такое ощущение, что появляются на кустах. Пожалуйста, распускаются почечки. Скоро пойдут цветочки. Невообразимо просто. Вот они цветочки. Удивительно, на джемоте жизнь присутствует. Вот вам, пожалуйста, люди прогуливаются, машин очень много ездит. Ну, мы ждем пешеходный переход, потому что так переходить не вариант. Тополя что-то у нас в этом году долго стоят зеленые. Прогода не хочет переходить в осенне-зимнюю. О, посмотрите, какая камера большая. Я даже что-то не замечал. В общем, мы под куполом в Анапе. Нас берегут и охраняют. Вильный магазин, который работает круглогодично. Все остальное здесь, на этом проходе к морю, будет закрыто полностью. Я думаю, что мы ни одного рабочего торгового павильончика не найдем. Такие вот канистры стоящие, но это из-за того, что там дырка была. Ее залили чуть бетончиком и поставили такую канистру. В общем, ремонт дорог своими подручными средствами. Просто здесь сейчас заезжают крупногабаритные грузы, так как у нас, если вы помните, была огромная стройка на месте бывшего автокемпинга в Джемоте. Теперь появится какой-то очень большущий отель, я думаю. Получить и, наверное, с правой стороны, потому что с левой там остались только жалюзи от ралетов и сейчас полномасштабные действия. Я не знаю, появятся ли здесь новые торговые павильоны или будут просто какие-то магазины. Похоже, что будут новые торговые павильоны. В общем, это интересно, друзья. Стройка колоссальная. Самое интересное, что пока вот внутри остались сохраненными зеленые насаждения. Хотелось бы, чтобы они действительно остались, потому что зелени у нас остается с каждым годом. Все меньше и меньше, все больше, все закатывается в асфальт. Это очень жалько. Ведь хотелось бы, чтобы мы на курортах дышали свежим воздухом, с фитонсидами, с соусин, а не только бетонный асфальт, который даже не пропускает воду и происходит из-за этого потопа. Вот так вот. С этой стороны, как видите, все столовые тоже закрыты и ничего не работает. В общем, увидим новое, капитально новое, так сказать, в следующем году на этом месте. Я даже в этом уверен. Главный вопрос, конечно, по упаковкам. Где это все будет происходить, где будут стоять машины на такой комплекс. Второй вопрос, это, конечно, по водоподведению, водоотведению, электричеству. Потому что в прошлом году люди очень сильно жалуются, что им надоело, что в маленьких поселках отключают электричество веерно, так как на Анапу не хватало его. Вот, хочется, чтобы мощности увеличили и было все в достатке. Белый пляж, я думаю, вы знаете. Здесь Карл находится местечко. Я могу увидеть, что идет тоже ремонт, стоит водочкой, все вывозят. Ну, а здесь глобальная стройка продвигается. Уф, вообще просто невероятно огромный комплекс, ребята, был. Вы просто посмотрите. Но радует то, что есть отступ. Возможно, на это расстояние увеличат ширину прохода к морю. Этого бы хотелось. Вопрос по вот этим стройкам, что здесь будет в дальнейшем. Ксения, вердикт сказал, выглядит как? Убого. Проход к морю, да. Золотая земля, так сказать. Не хватает здесь, конечно, благоустройства, потому что отдыхает здесь огромное количество людей. А лавочки, там зелень тебе надо? Супки, там хотя бы паром лучше разделать. Да, чтобы не по таким вот развалинам двигаться. Ну, посмотрим, мне кажется, после строительства таких гостиниц здесь все изменится. И будет все по-другому. Ну, по крайней мере, на это надеется. Пока меняется. Знаете, еще здесь убирают знаки, которые говорят о том, что дальше пешеходная зона, выезды запрещены. Потому что они здесь раньше были. Теперь их нет. Теперь у нас на пляже организована парковка. Смотрим в эту сторону. Здесь законсервированы гостевые дома. Да, кстати, в этом году, вот там, в одной из линий, есть обзорчик на гостиницу. Я не знаю, что мешало по-человечески припарковаться там, на дороге. Особенно тех людей, которые приезжают на таких машинах, а не заезжать на пляжные территории. Вот, прям, не знаю. Уже отсюда видим море. Море, море. Красота, да? Море не отпускает меня. Говорит, оставайся. С левой стороны застроенные дюны Джамайкой. Вот так они теперь круглогодично выглядят. Ты на столе ходишь, здесь вроде бы пустые пляжи, да, там. Хотя и здесь конструкции уже не увозят в межсезонье. Не боятся штормов, ребята. Ну, вот это, смотрите. А что это? Не знаю, что-то заливали и так вот и оставили. Вот дети бегают по дюнам, либо везде. Теперь только это круглогодично все в строениях. Панорамка Видова. Слушайте, что-то мы пришли в Джиматы, я хотел искупаться, пока вот желание у меня отменяется, мне кажется. Да тут не в дело прохладненькое дело, в том, что становится, во-первых, пасмурно. Кстати, пляж про Барониле, прибереговую линию можно это увидеть. Здесь люди пришли на стульчиках, сидят и весь пирс такой в рыбаках. Тоже интересное зрелище. В ту сторону я смотрю, что много людей прогуливается. Купающихся не вижу. Но вижу выброс водорослей зимой. Вот это камка, ребята, это вот водоросли сбиты из камней. Видите, как трава, такая мелкая. И пойдем посмотрим. Пошли со мной. Не хочешь? Ну и вот как-то в такое море что-то не хочется идти купаться. Ну туда дальше вроде бы она чистенькая, становится классненькая. А здесь я вот от пирса и до того пирса вот такая вот полоса прям широченная этих водорослей. Ну вот, а я вам хотел снять видео с купанием. Я даже не знаю, что делать. Так, возле берега моря 21,2 температура воздуха. Закидываем градусник и сейчас мы узнаем, какая температура водички. Надо было съездить сегодня на каменный пляж. Но я, честно, не знал, что надо же. Вот сейчас такая бяка происходит. Пытаюсь добраться до более чистого моря. Но боюсь, что надо было раздеваться, чтобы дойти. Вот только где-то здесь эти водоросли начинают кончаться. Видите, начинает идти чистая вода. Ну и то. Видите, все вкраплениями водоросли. Вот такое вот расстояние береговой линии сейчас под водорослями. Грустинка. Их никто убирать не будет, потому что у нас новое веяние от администрации о том, что не надо этого делать. А температура, кстати, воды-то плюс 20. Шикарно. Может пройти прогуляться, где-то искупаться. В общем, сейчас подумаем. Может прогуляемся в ту сторону, и там где-то найдем чистые берега. В общем, море Анапа так волны меня догоняет. Просто не хочется шорты мочить. Я вот смотрю, что ребенок прибежал в майке, потрогал море и побежал относить майку обратно. Наверное, он собрался купаться. Черное море действительно становится черным. Но так все равно это море хорошо. Вот так вот выглядит консервация пляжа в Джамайке. Единственное от них плюс, то что, видите, есть турники. Подтянуться, подкачаться можно здесь. Все остальное как бы печально смотрится. Потому что нет движения песка изо всех вот этих вот строений. И это очень негативно влияет на наши пляжи, к большому сожалению. Для этого было и придумано исследование ученых ран, которые говорили, что застройку надо минимизировать. Особенно в осенне-зимне-весенние периоды. Собственно, поэтому раньше во время сексию убирали, чтобы дюны жили собственной жизнью. Ну, а сейчас у нас приняты новые, так сказать, правила с разрешенной возможностью консервирования пляжей в том виде, в котором они остаются здесь. Чтобы каждый год, типа, не убирать, не ставить. Может быть и плюсик есть в этом, в том, что меньше машин ездит по пляжу. Ну, есть и, соответственно, минусы, как я вам и сказал. Не происходит, естественно, миграции песка. Чего очень бы хотелось. Вот там девчули на дюнах лазают, фотографируются. Дальше прошли, здесь вообще прям очень большие залежи водорослей. Прям много. Такое ощущение, что их с центрального пляжа сюда перенаправили. Хотя и там они тоже присутствовали. О, кто-то какое-то крепление потерял с камеры. Особенность наших пляжей такова, что песчаное дно во время шторма весь мусор, который хранился там, выкидывает на берег. Если на камнях она где-то там может позастревать и не выбрасывает, то песчаные пляжи чистятся просто идеально. Ну, вот здесь, видите, где нету строений, где пляжи поубирались, здесь прям, ну, пространство, простор и дюны. Смотрите, насколько здесь выше, чем там. Вот так вот и живем. Ну, походу, чистого моря в Переседе не найти. Хотя там возле пирса, может быть, кончается эта камка. Ксения решила попугать чаек. С правой стороны это огромная территория пляжа Эллада, огороженная. Тоже одни из первопроходцев с заборами. Всем надо огораживаться. Заборы, заборы, заборы. Сейчас придут другие бизнесмены и не знать будут, где резать себе пляжи. Чувствую, потом будет противостояние заборщиков в дальнейшем. Ну, а с морем мы прощаемся. Пройдем сейчас еще через проход возле Ламелии. В Элладе, походу, люди еще отдыхают. Видите, у них и лежаки есть на территории, хотя основные строения были убраны. В летний период времени здесь прокладывают настилы, по которым кому-то удобнее ходить. Хотя сейчас люди ходят и никого это не мешает. Что мы нашли? И мини-калибри анапские, и очень много цветочков. Вот это да. 1 ноября 2023 год. Дюны зацвели, друзья. Радует, что еще на дюнах присутствует зелень, но постепенно она уходит даже до следующего сезона. Шум моря становится менее такой явный. И мы уже покидаем даже наши дюны. Поток людей, кстати, сюда довольно-таки большой. Не ожидалось, что мы сегодня столько людей еще встретим на пляже. В общем, Анапа становится явно круглогодичным курортом. Вот что, не помню, в этом году открывались ли эти ролеты. Я сюда приезжал тоже фотографировать, но, по-моему, все было закрыто. Если вы помните, пишите об этом, друзья мои. Так вот выглядит проход к морю. Ломилия. Сюда я смотрю, что загнали технику, расчищая территорию. Возможно, что будет стройка здесь. А у нас, кстати, алюка есть на обзор. Мы сюда идем. Ну, а здесь проход без изменений. Давайте с вами заглянем как раз-таки за вот этот забор и посмотрим, что там происходит. Ай! Это же прям интересно. Напишите, что вы там разглядели, потом в комментариях. Как ни странно, друзья, смотрите, здесь очень много машин. Она паркована в самом начале этого прохода. Вот возле моря продувают ветерок, и там прохладненько, кажется. Отходишь от моря, и опять начинается лето, да? Прям вообще контраст. При этом, ну, метров 300, да, мы где-то прошли, и все. Изменения погоды просто колоссальные. И платаны готовятся у нас уже расставаться с листочками. Эх! Надо больше вечер на зеленую, чтобы она всегда была все зеленая и красивая. Летний период здесь перекрывается. Этот проезд шлагбаумом. Потом он убирается. О, кстати, амгры в джимуте ничего не будет работать. Смотрите, с той стороны, со стороны Азоса, Пантината, там есть функционирование торговых павильончиков. Здесь дальше у нас полпионерского проспекта. Есть выбор либо здесь прогуляться, либо можно с той стороны вдоль частного сектора идти. Там есть магазинчик. Ромашка, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Пив-бар. Не знаю, работает или нет, но атмосферно выглядит. Здесь проезд уже к вот этому комплексу с квартирами. Здесь тоже много варечков понастроили. Сдаются в аренду. Ну, пока что-то особо, вот, Озон зашел, наверное, и аптека там дальше. Все остальное просто, потому что нету тут парковочных мест. А если сделают, то их все заставят машинами жильцы этого комплекса. Я был не прав, тут Гибея есть, магазин сувениров, морской стиль с одеждой. И даже тут много покупателей. По крайней мере, они есть, да. То есть пользуются, в принципе, какой-то популярностью. Вот аптека, кстати, уже закрыта. Ну, ярмарка какая-то. Как отличить отдыхающих от местных? Шорты, маечки, теплота. Вот так вот выглядит цветение юки. Очень красиво. В конце сезона нам дарят они такие вот цветочки. Здесь целая аллея. Их. Вот так вот и закончился наш сегодняшний променад. Жалко, что искупаться не получилось. Море чистое я не нашел. Но с водорослями как-то не особо хочется, ребятки. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Ну и от Ксении. Всем пока-пока. Пока. Увидимся в следующем видео. А вы подписывайтесь, ставьте лайк. И пускай над вами светит солнце. Все будет у вас хорошо. И мы прорвемся, ребятки, от души.